Яркий, пряный вкус этого соуса разбудит вас в одно мгновение. Доброе утро тем, кто только что проснулся. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодняшнее блюдо – это не просто какое-то одно блюдо. Сегодняшнее блюдо – это база для огромного количества великолепнейших рецептов. Речь пойдет про шакшуку. Шакшука – это не какое-то конкретное определенное блюдо. Родина его считается Тунис и означает это слово «смесь», «танец». Шакшука – это импровизация с неповторимым арабским колоритом. Различных ее разновидностей величайшее множество. Например, в Израиле шакшуку чаще всего можно встретить с яйцами. А в Северной Африке, например, скорее всего, вам его подадут с моллюсками или с кусочками рыбы. Впрочем, может быть, вам достанется шакшука с бараниной. Давайте пройдем на рабочее место и приступим. Основа любой шакшуки – это соус. Острый, яркий, кисло-сладкий, пряный, который называется мадбуха. Он готовится долго, сразу в большом количестве, прозапас. И отлично хранится даже без холодильника. А уж в холодильнике пару-тройку недель может простоять. У мадбухи тоже огромное количество разновидностей. И все они объединяются ярким, острым, кисло-сладким вкусом. Например, в состав соуса могут входить обжаренные баклажаны, обжаренная картошка. Он может готовиться без томатов. У меня вот такой. Всем привет! Если у вас в холодильнике стоит кастрюлька с мадбухой, то это значит, для получения совершенно зажигающего весь день завтрака, вам достаточно всего-то 5-7 минут. Поэтому для тех, кто хочет с утра получить заряд бодрости и хорошего настроения, но и при этом не тратить много времени, сегодняшний рецепт. Чтобы на кухне все получалось быстро, просто, удобно, надо подготовить рабочую поверхность. Я всегда подстилаю полотенце под доску, чтобы она не скользила. Нарезаю лук. Рецепт совсем не сложен. Как именно нарезать лук? Здесь, по большому счету, совсем не важно. Мадбуха – это овощной соус. Готовится он, томится довольно долго, поэтому имеет смысл готовить его сразу много, потому что использовать его можно в десятках разных блюд. Это классная штука совершенно. И еще момент. Для тех, кто сравнительно недавно подписался на этот канал и, возможно, не видел роликов из серии Skills and Tools, посмотрите вот здесь и здесь. Два ролика. В одном я показываю, как можно быстро и удобно очистить лук, а во втором – как его нарезать. Отправляю его на сковородку. В разогретое масло. А сам занимаюсь чесноком. Чеснока тоже надо побольше. Особенно мельчить смысла нет. И лук, и чеснок надо обжарить до полупрозрачности. И масло можно не жалеть. Нагрев не стоит делать слишком сильным или слишком слабым. На сильном можно все сжечь, а на слабом удовольствие может растянуться до морковкиного загубления. И вот сейчас, когда лишняя влага выкипела, я добавляю пряности. В первую очередь, это сладкая паприка. Ароматические эфиры жиржестворимы. И именно сейчас, когда влаги там осталось немного, масло ароматизируется лучше всего. Щедро посыпаю все зирой. Ну или, как ее еще называют, кумином. А теперь молотый кориандр. И остроту нам обеспечит красный острый перец и черный. Пряности начинают нагреваться в масле. И по кухне распространяется совершенно отдуряющий аромат. Надо убавить огонь, чтобы ничего не сгорело. Самое время заняться перцем. У меня красный и зеленый. Я уже показывал вот в этом ролике быстрый и удобный способ его обработки. Смотрите, сначала я отрезаю вот эту часть. Причем разрез веду, не смещая нож сюда, а так, чтобы он пришелся как раз-таки вот по этой зоне. Видите, плодоножка удалена. И теперь я удаляю спокойно сердцевину. Все это для экономии времени. Теперь так, смотрите, у перца есть плоская часть и выступающая. И именно по плоской части идут вот эти перепонки, которые нам надо срезать. Поэтому для экономии времени ставим перец и отрезаем вдоль плоской стороны. Так, чтобы разрез пошел как раз-таки по перепонке. Смотрите. Видите? И вот и перепонка здесь осталась. И то же самое проделываем для всех остальных сторон. А завершаем вот так. Вот он, подготовленный. И таким способом дорезаю весь. По большому счету форма не важна. Соус будет томиться очень долго. Поэтому в конце концов все размякнет и соус станет таким однородным. Отправлю его в сковородку. Пусть тоже начинает томиться. Пусть отдает в общую копилку свои ароматы. И сам набирается ароматов пряностей. А я займусь подготовкой томатов. Для шакшуки чаще всего используют и свежие, и добавляют томатную пасту, чтобы добиться баланса между кислинкой свежих плодов и карамельной сладостью томатной пасты. Надрежу шкурку перед тем, как опускать их в кипяток. Летние помидоры уже кончились, поэтому я советую использовать консервированные в собственном соку. Бланширую. Полминуты, минута от силы, и хватит с них. Сейчас чуть остынут и сниму с них шкурку. Так, что там с перцем? Отлично. Красиво выглядит, правда? Помидоры остыли, можно очищать. Кстати, далеко не все кулинары заморачиваются со снятием шкурки. Но я думаю, что без нее будет все-таки лучше. Порублю их, чтобы они быстрее в соусе разошлись. Перфекционисты могут и от семечек избавиться, но мне кажется, это уже перебор. Пора их отправить в перцу. И теперь можно немного добавить огня. В томатах много влаги. Не забывайте помешивать. Сразу же добавлю пасту. Я немного развил ее водой. Перемешиваем. Очень хорошо. Сейчас закипит. Убавлю огонь до самого слабого и оставлю томиться под крышкой на несколько часов. Этот соус, чем дольше готовится, тем вкуснее, тем насыщеннее, тем ярче становится по вкусу. Вы же, когда варенье готовите, не спешите, здесь та же самая история. Я вам больше скажу. Его можно вообще в огромной кастрюле готовить, потом разлить по банкам и так хранить. Вот какая красота! Пора убавлять огонь и накрывать крышкой. Периодически проверяйте и при необходимости доливайте воды. Только немного. Это не суп. Он должен быть густой. И еще, к окончанию готовки, проверьте и выправьте его на вкус. Обязательно понадобится соль. Скорее всего понадобится сахар. Но не верю, что вы сейчас можете найти действительно яркие, вкусные такие летние помидоры. И, возможно, немного яблочного уксуса. Добейтесь такого вкуса, такого букета, чтобы он своей яркостью, пряностями, остротой, сладостью, кислотой взрывал мозг. Закончил я вчера монтаж этого ролика. Пересмотрел его и понял, что главное, как мне кажется, не донес до вас. Чтобы получилось то, что должно получиться, не жалейте специй. Это блюдо родом из Северной Африки. Представьте себе эту знойную пустыню, сахару, эту жару. Оно должно полыхать во рту самыми яркими красками. Много перца, много кумина, много кориандра. Это должно быть огонь. И тогда у вас получится именно то, что называют шакшукой. Ну или, соответственно, для соуса мотбухой. А не какое-то такое, может быть, вкусное, но достаточно рядовое лечо. Еще раз, не жалейте специй. Вот так я его давечей готовил. Смотрите, соус уже прогрелся. Завершу приготовление завтрака. Проделаю такую вот лунку. Насколько получится лунка, конечно. И вылью сюда яйцо. Одного, пожалуй, маловато будет. Поэтому сразу второе. Если вы готовите себе такой завтрак, то можете поставить таймер и пойти умываться. Яйца будут готовы через 5-7 минут. А еще вместо яиц вы можете положить в этот соус несколько мидий. Или несколько кусочков рыбного филе. Или несколько креветок. А если это у вас очень поздний завтрак, то можно даже несколько кусочков баранины. Лучше всего, конечно, подойдет баранина на косточках. На ребрышках. Или бараник котлетой на косточке. Конечно, она будет готовиться не как яйца 5-7 минут, а минут 15-20 займет. Но результат! А шакшука, между тем, у меня готова. Подают ее, конечно же, с хлебом. С большим количеством хлеба. Чтобы было чем вымакивать этот ароматнейший соус. Немного свежей зелени для красоты. У меня петрушка. Пробую. Это грандиозно! От такого соуса самое хмурое утро заиграет яркими красками. Важно, чтобы желток яиц остался жидким. Впрочем, это мои личные предпочтения. Неприлично вкусно. Просто нереально. Как-нибудь в выходной день наварите себе этого соуса побольше. А потом радуйте месяц, два, три себя совершенно зажигающими завтраками. Понравилось? Ну, вы знаете. Новые зрители. Подпишитесь. А то потом расстроитесь, что пропустите новые видео. Обязательно загляните все в описании этого ролика. Там вы найдете ссылки на инстаграм, на жж, на вконтакте. В инстаграме я публикую фотографии тех блюд, которые готовлю, но еще не успел снять на видео. Анонс, так сказать. А во вконтакте можно легко и просто задать мне вопрос. Потому что многие из вас почему-то продолжают пользоваться, видимо, услугами Google+, задавая вопросы на YouTube. И таким образом у меня нет возможности вам отвечать. То есть под вашими вопросами даже не возникает кнопочка «Ответить». Спасибо всем за компанию. Всем пока.